Почему он два часа кружит из Ростова? Рядом Коснодар, полчаса полета. Что, не хватает знанища? Не может говоря. Ведь самолет из Москвы прошел мимо Ростова, сел Коснодар. Из Тамбова самолет вернулся, Ростов вернулся. А этот чудак двадцать с половиной часа кружит и все-таки хочет сесть. И куда он сел? Не хватает знаний, не хватает культуры, не хватает понимания, жадности. Это ведь лоукостер. Что это по-русски лоукостер? Мой молодой человек. Вот он. Вот он. Нет, вот он. Вот он. С этим. Тебе вопрос. Что такое лоукостер? А? Не понял. Маленькая что? Правильно? Правильно. Чего ты стесняешься? Лоу низкая, кост стоит. То есть малобюджетный самолет. Или еще более доходчиво по-русски скажем. Дешевый билет. Самолет, дешевый самолет. Вот я выбираю. Не лететь за три тысячи, за семь, за двенадцать. Я жадный, я беру за три тысячи. И я в могиле. А ты заплати за себя, за свою жизнь, двенадцать тысяч. Другая авиакомпания. Лететь днем. И национальный экипаж. Русский. Аэрофлот. Все. Аэрофлот же не упал. Аэрофлот мимо пролетел. Погода плохая. Русский летчик понимает, что в Ростове за полчаса погода не изменится. А этот с Кипра, ну, как на Кипре. Турчки набежали, раз в Курску ушли, опять солнце. Не образованный. Отсутствие в садкультуре. Ну, какую профессию? Да. Врач. Врач? Да. Врачом тоже. Не или психиатром. А? Не бы психиатром, не бы врачом. Стоматологом. Не, надо определить стоматологом. Ну, выбирай. Надо выбирать, что нравится. Но, если врач, надо в морг сходить. Посмотреть на покойников. Надо на операции присутствовать. Дной, кровь. Разрезают там человека. Чтобы в обморок не упасть. У меня был одноклассник. Когда вели на уколы, привихли. Он в обморок падал. На жады ему удавали. Он не вековую. Боится уколов вообще. Нормальный парень, спортсмен. Ну, у него страх. На уколы. Поэтому, профессию выбирать надо знать, что это такое. Не просто белый халат, там, ребят. Какие сегодня спасают. Когда достигнешь успеха. Поэтому, подумайте как следует. Потому что вам работать каждый день. Каждый день работать. Зубной врач. Чем ковыряться будешь чужих зубах всю жизнь. Парикмахер чужую голову умыть каждый день. И там прическу стричь, там что-то делать. Каждый день. Маникюр. Вот, давай чистить. Педикюр. Кто-то делает, им нравится. Пожалуйста. Должен подумать. Что? Тебе это вообще? Ты сможешь это делать? Это уже все обязательно. Значит, ваша задача следить за вашими родителями. Чтобы их подправить в обык. Они за вами следят. Вы за ними следите. Вам трудно найти площадку, где вы научитесь выступать, говорить. Значит, дома надо. Дома. Надо спорить с родителями. Выяснять их время. И обязательно надо уметь участвовать в дискуссии, потому что это вам пригодится. Вам придется в суде выступать. Гражданский иск. Вы с мужем разойдетесь, живо, наберите имущество. Вы должны будет доказывать. В суде был раздел имущества, так она умела хорошо говорить. И судья присудил. Ей мотоцикл его, а ему ее подушку. Смешно. На мотоцикле он ездил. Но он не умел говорить. И судья пошел на поводу. Судья что делал? Имущество порно делится между мужем и женой. Если она отставила, что ей нужен мотоцикл, он и посудил. Ей мотоцикл. А ему стоимость мотоцикла в виде подушек. И что он будет делать с подушкой? А он не мог защитить себя. Он на рыбалку моет, охотник. Он молчит. Молчит. Вот я всегда определяю те, кто пришел. Первый ряд отличники. Второй ряд хорошисты. Третий, второй ряд. И Камчатка двоечники. Почему так все? А? Почему все не на задний ряд? Первый ряд. Ну я за пакетом вернулся. А? Что говорит? Я за пакетом вернулся. А, за пакетом пошел вы, говорит, вы на задний ряд. То есть всегда садись впереди. Слушай, задавайте вопросы. Потому что вас просто не увидит тот другой. Вот до вас пришла какая-то группа. И мальчик сел в первый ряд. Ну, отвечал несколько раз. Мы его взяли уже на заметку. Где-то мы ему что-то поможем. То есть видно, что он умеет говорить. Умеет задавать вопросы. То есть вы же должны проклюнуться. Для общественного мнения. Для ваших двух будущих начальников. Это сейчас мама все вам делает. Папа с мамой, парочка. Все хорошо, да? А потом не будет этого. В ВУЗе еще вы потерпите там группа. А потом на работе. У вас будет такой жесткий и злой начальник, как я. Увольнение каждый месяц. Плохо на улицу, плохо на улицу. А потом в другом месте. Это что вас выгоняет? То есть у вас же будет плохая реаграция. Плохая кредитная история. Вы в одном банке не отдали долг. В другом в третьем вам же не будут давать долг. Так и на работе. Уволен, уволен, уволен. Ну, до свидания. А чтобы не уволили, надо работать. И знаете, где кнопку нажать, что ли? Бежит туда. Вот нажми кнопку. А сейчас убрал. А сейчас включил. Простые вещи. Простые вещи из детства должны знать. Давай, последний вопрос. Увидел свое лицо? Четвертый ряд, последний, двоечный. Любой. Сформулируй вопрос. Корыстные помуждения. Можно, и все. Больше ничего не надо. Сейчас сделай все эти селфи. Это не проблема. Я их делаю сотни. Каждый день. Давно вас сколько вернем? 16 часов, да? Ну, плохо. 16 часов я буду наступать. Россия один. И как раз это вот теракт и белья. Соберутся все, кого они позвали. Оно 8 человек. Ну, и есть ОДП от телевидения? Смотрите? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok